Акция Ирана По мнению наблюдателей, Оскар, полученный органавтами, не случайен. Иранский вопрос все сильнее дает о себе знать. И накануне открывающихся в Казахстане переговоров по ядерному досье Исламской Республики напоминание о событиях 34-летней давности, выставляющих в весьма неприглядном свете последователей Аяталы Хамейни, может, если не сорвать, то помешать достижению понимания. Центрифуги для обогащения урана тем временем продолжают работать. Напряженность вокруг ядерной программы Ирана в очередной раз усилилась, когда в конце июля 2012-го стало известно, что количество центрифуг в стране увеличилось на 10%. А в январе нынешнего Тегерана повестил МАГАТЭ и Международное сообщество о том, что в ядерном центре в городе Натанс будет установлено дополнительное оборудование новейшего образца. Более того, в начале февраля верховный лидер Ирана Аятала Хамейни отказался от прямых двусторонних переговоров с Вашингтоном, предложенных вице-президентом США Джо Байденом. Тегеран продолжает интенсивно развивать свою ядерную программу, невзирая на международные санкции. Некоторое время назад Израиль фактически выдвинул Иран ультиматум, установив для него критическую красную черту. Это предел для количества обогащенного урана, превышение которого означает готовность к непосредственному созданию ядерного оружия. При нарушении условной границы Израиль наделил себя правом уничтожить атомные объекты Исламской Республики. Иран же может ответить террористическими акциями и уничтожением газовых и нефтяных месторождений и инфраструктуры в Персидском заливе для того, чтобы дестабилизировать мировую экономику. Впрочем, большинство экспертов уверены, пока не появится точных данных о том, что Иран уже создал атомную бомбу или сделает это в ближайшее время, скорее всего, никакого удара не будет. Однако специалисты предупреждают, нынешние темпы установки новых центрифуг для обогащения урана уже в июне текущего года способны вплотную приблизить Иран к красной черте. И какую роль в этом может сыграть красная дорожка оскароносного Арго, предсказывать никто не берет.